всем привет с вами иной 24 мая 2017 года я выпускал свой ролик по и 6 of creation который назвал чего я жду чего боюсь с тех пор прошел почти год и я решил обновить информацию по данному проекту но уже в более таком аналитическом ключе так что располагайтесь поудобнее проекта 6 of creation разрабатывается командой независимых разработчиков интерпет studios акция по сбору средств началась на кикстартер 1 мая 2017 года и уже в первые часы своей презентации собрала порядка 300 тысяч долларов основной идеей проекта стал большой открытый мир в котором игроки сами определяют где они хотят поселиться где построить столицу и какой именно эта столица будет военная религиозная экономическая так далее помимо прочего нам предложили гибридную систему классов где свойства скиллов будут изменяться в зависимости от подкласса такой новаторский подход к моему жанру весьма взволновал игровой комьюнити и распалил интересы вокруг игры давайте посмотрим на а ос с трезвым взглядом я знаю что сейчас в сети много войны по поводу последних видеороликов с ранних альфа билдов но отчасти в таком качестве виноваты сами игроки разработка игры это сложный и многоуровневый процесс требующий полного погружения в работу вместо того чтобы дать разработчикам время на это погружение вы регулярно бомбардируете их своими комментариями и просьбами показать геймплей разумеется они живые люди и какое-то количество просьб способны проигнорировать но когда вонь доходит до самого офиса то они вынуждены отрываться от работы и показывать вам хоть что-то чтобы удовлетворить ваше любопытство поэтому перестаньте атаковать и дайте им сосредоточиться на работе остановитесь далее я категорический противник всяких демонстраций альфа-версий почему ну потому что любая игра на стадии скелета выглядит как помытый и обиженный код у нее кривая анимация нулевая оптимизация уродливые спецэффекты достаточно просто красиво анонсировать игру собрать на нее средства показать равные кадры геймплея а затем уйти в работу и появится уже тогда когда есть что показывать также я читал в интернете какие-то уж прям совсем фантастические версии что никакого игры на самом деле нет нас тупо разводят алё народ это вам не россия где можно собрать с людей бабки и тупо с ними смотать в европе и америке такие вещи проходят гораздо тяжелее все равно найдут и посадят так что думайте что вы пишете уж тем более что вы снимаете теперь давайте по самой игре задумку разработчиков офигенная мне она очень симпатизирует и симпатизирует она еще тем что по сути тот маленький муравейник который нас всех бросит будет небольшим тестированием самого человечества мне как стороннему наблюдателю будет очень интересно посмотреть что же выберут эти маленькие людишки по какому пути захотят пойти как будут договариваться и будут ли вообще договариваться интересно каким образом выстроиться экономика и кто займет главное место под солнцем и это наряду с тем что в игре будет живой динамичный мир которым вы будете что-то представлять из себя как класс идея дополнительных классов не нова и уже реализована в аркейджа но там это даже еще сложнее поскольку есть три ветки на выбор а в 6 of creation у вас будет один полноценный класс закрыв который вы сможете выбрать вторую ветку изменяющие свойства 1 здесь конечно меньше вариативности чем в аркейджи но время показал что по сути это вариативность и не нужно она усложняет билдование и рано или поздно все равно сведет геймплей за ваш класс к одному-двум эффективным билдом пусть они лучше проработают все основные классы и их вариативные подклассы чем ведут десятки бесполезных веток которую потом будет просто невозможно сбалансировать отдельного внимания заслуживает боевая анимация уже на этапе альфа она мягко так скажем режет глаз на слишком объемно занимает много места и да и тупо мешает геймплей я думаю что в будущих билдах это будет исправлено а вот анимации плащей меня приятно порадовала я не знаю как они добились такого интересного изгиба ткани но выглядит прямо очень правдоподобно те недавние кадры где команда лупит какого-то босса но это конечно совсем не серьезно такое ощущение что у группа робокопов собралась в тире при том что тут даже непонятно кто из них лучший робокоп то ли сам был столь команды разработчиков вот именно поэтому ребят я категорический противник всяких альфа показов но нафига мне видеть всю эту кухню я хочу пусть ранний но отполированный геймплей их кадры с пвп я вообще оставлю без комментариев потому что смотреть на это без кровоточащих глаз совершенно невозможно я помню как гар хорошенько прошелся по этому ролику но лично на мой вкус он переборщил мы все знаем моего личной привязанности к пвп активностям но зачем судить о пвп когда играющую в стадии на коленке это как минимум непрофессионально а вот за что действительно стоит поругать разработчиков это к это за то что они расслабились ребят на протяжении долгого времени мы не видим каких-то реальных подвижек в плане разработки такое ощущение что игра застряла на одном месте как я уже сказал отчасти в этом виноваты сами игроки тем что постоянно дергают их своим нытьем и комментариями но в большей степени виноваты сами разработчики слишком ушальные деньги им свалились на голову по последним опубликованным данным от июня семнадцатого года семнадцатого команда интерпит студию собрала порядка трех с половиной миллионов долларов дальнейших цифр я так и не нашел поговаривает что некто из частных инвесторов решил помочь проекту не вмешиваясь в сам процесс разработки я понимаю что немало средств уходит на аренду офисов закупку оборудования выплату зарплаты сотрудникам но ребят все планы по сборам уже давно перевыполнены квалифицированный программист получает просто бешеные деньги порядка двадцати двадцати пяти тысяч долларов в месяц для сравнения квалифицированный врач сша зарабатывает порядка десяти тысяч долларов я думаю что за вдвое больше деньги но можно напрячь свою жопу и начать работать тем более что сотни тысяч людей поверили в их идею принесли свои деньги стоимость некоторых наборов основателей измеримость трансплантации печени начните уже ебаный в рот там работать если вас интересует конкретный ответ стоит ли ждать и 6 of creation то у меня его для вас нет жду ли я сам нет не жду почему но потому что не питаю иллюзий я принимаю вещи по факту такими какие они есть верили я в то что они делают да безусловно верю и еще я надеюсь что у них хватит сил и терпения довести проект дома потому что вместе с этим проектом рухнет и моя личная надежда на жанр ммо я боюсь что будущее игры может быть заложено в ее название и еще я боюсь что они могут пойти на поводу у вечно нощего комьюнити разрушить свои грандиозные планы и прогнуться под казуальные брени комментаторов при создании роликов я пользуюсь одним простым правилом никогда не смотреть чужих пока не закончу свой просто я не хочу никаких вкраплений свою точку зрения пока не доведу мысль до конца и пусть я где-то ошибусь но это будет моя ошибка и мой личный опыт именно так рождаются альтернативы именно так появляются новые игры именно так человек становится иным ставьте лайки подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями с вами был иной человек со дна ютуба до новых встреч пока пока удачи